МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эту небольшую парусную яхту я построил своими руками. И теперь отправился на ней в путешествие по реке Дон. Для ночевок я выбираю симпатичные местечки, где можно не только отдохнуть, но и насладиться пейзажем. Ну и, конечно же, половить рыбку. Друзья, видите, у меня в руках две удочки. Сегодня утром встал пораньше. Ну, как пораньше? Было часов в 6 утра, уже солнце вовсю. Сейчас рассвет часа в 3, где-то в начале 4-го начинается. То есть пораньше понятие относительное. В общем, в 6 утра взял резиновую лодку и поехал по этому заливу посмотреть, что тут может быть за рыбка. Вчера вечером, кстати, я именно в этом заливчике поймал трех небольших щучек в течение довольно короткого времени, не более получаса. То есть хищник здесь явно присутствует. Поэтому я взял в залив вот этот спиннинг. Ну и, как всегда, нахлостовая удочка тоже со мной. Как оказалось, впоследствии не зря я ее брал. А вот спиннинг мог и не брать. Потому что почти каждый заброс спиннинга натыкался на сеть. Весь заливчик, ну, буквально перегорожен сетями. Не видно вокруг ни деревни, ни каких-то подъездов автомобильных. Ну, по крайней мере, так вот, с первого взгляда, с воды, особо не видно подходов. В одном месте я только видел, там какие-то шины валяются. Ну, видно обжитое такое рыболовное место. Но залив перегорожен сетями. Собственно, тут нечего и комментировать. Не собираюсь читать норовоучения. Знаю только, что это противозаконно. Так что и обсуждать здесь нечего. Я сделал несколько нахлостовых забросов и все-таки взялся за спиннинг. Может, опять щучка клюнет. Или окунь. Главное, найти свободное от сетей место. Что, как выяснилось, не так просто. Но можно. Я поставил в качестве приманки мелководный воблер. И пытаюсь анимировать его игру несколько хаотичными подергиваниями кончиком удилища. Так, не спеша облавливая водную территорию, я постепенно продвигался все дальше и дальше вглубь залива. Кстати, в этот залив вчера мы хотели еще зайти, чтобы спрятаться от ветра и пришвартовать яхту. Хорошо, что этого не сделали. Он оказался очень мелководный. Я еле-еле на резиновой лодочке выгреб на тот конец острова. То есть, оказалось, это не залив, это пролив. Не Босфор, конечно, не Дарданелла, но это пролив. А это место, где сейчас я стою, это остров. Это мыс острова. Хотя, думаю, когда стоит засушливое лето, этот остров все-таки превращается в полуостров. И там, где сегодня водная поверхность, завтра может быть просто непролазная трясина. Но, тем не менее, встречались и вот такие свободные от растительности участки. А иногда местность напоминала небольшую речку или даже рукотворный канал. Вон там впереди виден противоположный берег Дона. А вот и выход в реку. Протока закончилась. В общем, я на резиновой лодочке проплыл весь пролив вверх по течению. Благо, здесь течение в проливе небольшое, и ветер с утра был тоже не очень сильный. Но еле-еле продрался через камыши. И потом вдоль берега, уже по основному руслу Дона, вдоль берега проплыл, сложил спиннинг и взял в руки нахлостую удочку. На мой взгляд, места, что ни на есть, головлиные. Я пустил лодку по течению и стал облавливать коряги. Конечно, очень быстрый ветер и плюс течение пролетел вдоль берега. Но, тем не менее, в одном месте голавлик успел среагировать на моего жучка. Я этого голавлика поймал. Но так как он был совсем небольшой, зацепился за самые краеши губы, никаких телесных повреждений я ему нанести не успел, ни своей снастью, ни своими руками. И впереди сегодня еще долгий путь. То есть, ну, можно было оставить этого голавля. Но, боюсь, он бы пропал. Тем более, неизвестно, что сегодня будет по рыбе. Впереди понтонный мост. Как мы его будем проходить, надо еще договориться, чтобы эти понтоны развели. То есть, сколько это займет времени, просчитать невозможно. Ну, в общем, я решил этого голавлика отпустить. Вон под той коряшкой голавлик и клюнул. И хотя таких корях и деревьев в этих местах более чем достаточно, больше никаких поклевок я не увидел. Вот такая сегодня получилась рыбалка. Если можно это назвать рыбалкой, настоящие рыболовы будут смеяться, скажут, вот это рыбалка. Поймал за все утро маленького голавлика и называют это рыбалкой. Но для меня это рыбалка, потому что помимо рыбы я получил эстетическое удовольствие. Я посмотрел на утро, я посмотрел на облака, я посмотрел на лес, я посмотрел на птиц. И, собственно, это и есть для меня рыбалка. А рыба – это приятный бонус, не более того. Между тем, утро уже в полном разгаре. И пища духовная – это, конечно, хорошо. Но и тело надо чем-то накормить. Короче, пора готовить завтрак. У меня нет холодильника, но есть свежие яйца. Я обмазал скорлупу вазелином и тем самым перекрыл доступ кислорода внутрь яйца. Так они будут храниться очень долго даже на жаре. А в качестве масла подойдет жир от тушенки. Тушенки. Понтонный мост, первый на нашем пути. Еще один опыт какой-то будет, посмотрим, как это делается. Пойду поговорю, попрошу, чтобы пропустили. Да, если бы мы были на Байдарке, все было бы легко, прошли либо под пролетом в начале моста, а так, даже если сложить мачту, никак не протиснемся. Только разводить мост. По-другому не получится. Поэтому я отвязываю резиновую лодку и отправляюсь на переговоры. Дело осложняется тем, что сегодня выходной, а может наоборот это и к лучшему. Ладно, не буду загадывать, как получится. Музыка. 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 ВОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ВОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ Река сделала поворот, и ветер стал встречным. Я убрал паруса и включил электромотор. И как-то само собой мне вспомнилась недавняя рыбалка на Дону. Не здесь, выше по течению. Но места очень похожи, и погода была такая же ветреная. Дело происходило неделю назад. Дул сильный ветер, и я отправился на нахлостовую рыбалку за головлем. Очень примечательное местечко, да? Ну, прямо головлиное, сто процентов. Я поставил лодку на якорь и снарядил удочку. Осталось выбрать приманку. Сначала я остановился на тульской мушке, которая носит довольно странное имя – Штиблет. Но, хотя мушка, в принципе, очень уловистая, в этот раз на нее не было ни одной поклевки. А вот стоило только поставить обычного жука из пенки, как сразу клюнул небольшой головлик. Как обычно и бывает, чем меньше головль, тем больше шума он производит при поклевке. Так было и в этот раз. Шума много, а головлик так себе. Ни о чем. Следом на того же жука позарилась уже совсем другая рыбка – елец. У нее и поклевка сильно отличается от головлины. Чем-то похожа на маленькую форельку северных рек. Такие же подергивания и пощипывания приманки. Да и сопротивляется почти так же бойко. Я решил целенаправленно половить ельца и поставил совсем маленькую нимфу. Так называются тонущие нахлостовые мушки. Первой, кому понравилась моя новая приманка, стала обыкновенная уклейка. Что ж, тоже разнообразие. Я не против. Ну а затем поклевки стали следовать одна за другой буквально на каждом забросе. Несколько фото на память и рыбка отправляется в садок. Елец – рыба стайная. Поэтому, поймав одну, можно надеяться на продолжение клёва. Главное – не спугнуть всю стайку. Для этого надо делать забросы сначала на ближние расстояния и только потом плавно переходить на более длинные дистанции. Как правило, елец держится ближе ко дну. Поэтому тонущие мушки, мне кажется, наиболее предпочтительны. Хотя и на сухие мухи елец ловится совсем неплохо. Дело в том, что основной рацион этой рыбки – не только личинки комаров и мошек, но и сами эти насекомые. Елец и голавль часто обитают по соседству. Вот, например, этот голавлик попался среди стайки ельцов. Вообще-то ельчики, так их ласково иногда называют, рыбки очень осторожные. И именно поэтому ветер в данном случае помогает рыбалке. Пусть нахлостовый заброс делать труднее, зато среди волн рыболов становится не так заметен, и можно спокойно наслаждаться хорошим клёвом. Теперь, друзья, предлагаю вернуться на борт яхты. Ветер встречный, паруса убраны, и по курсу вновь показались меловые горы. Пейзаж радует глаз. Но впереди, прямо на реке, я замечаю некое странное сооружение. При ближайшем рассмотрении это оказалась паромная переправа. С таким видом водного транспорта я ещё не встречался. Интересно посмотреть, как всё это работает. Я пришвартовал яхту к деревенскому причалу и приготовился ждать. Ещё один вид переправы. Или, по-моему, ещё один вид препятствия на пути. Паром. Вот первый паром мы встретили. Если честно, так немного боязно было проходить, не зная, на каком уровне погружены эти железные тросы. Осадка небольшая у лодки, но мотор, электромотор и руль перворуля. Ну, метр, наверное, есть такая общая осадка. Ну, прошли чисто, не задели. Ну, это и понятно, потому что не одни же мы здесь проходим. Иногда и кораблики какие-то, наверное. Паромщик сказал, что через 10 минут примерно он покажет свою работу. Но он не для нас, конечно, будет показывать свою работу. Видно, или по часам, или кто-то подъедет. И он будет перевозить с одного берега на другой людей, грузы, автомобили, технику. Я не знаю, что это я сейчас на ходу придумываю. Вместе с вами посмотрим, хорошо? Затарахтел дизель, и паром начинает пересекать русло. Что-то народу на платформе немного. Если быть точнее, то я вижу только двух человек, не считая самого паромщика. Не проще ли было переправиться на лодке? Хотя, может быть, в обратную сторону паром будет загружен под завязку. Скорее всего, так и есть. Ну, да ладно. Меня удивило другое. В моем представлении паром – это старинное средство переправы. И я никак не ожидал увидеть такой новый современный агрегат. Пора на рыбалку. Причалили. Новая стояночка. Ветерок стихает. Все-таки попробую головлика поймать. Этим вечером я решаю не экспериментировать со спиннингом и собираю одну лишь нахлостовую удочку. По соседству местный рыболов встал на свою перетяжку и занимается с прикормкой. Я же не знаю здесь никаких особенностей подводного рельефа и, соответственно, не имею представления, где и какую рыбу можно поймать в этих местах. Но в любом случае я люблю ходовую, активную ловлю. Нахлост или спиннинг. Никакой прикормки у меня нет. Да и живой насадкой я не пользуюсь. Искусственная мушка. Вот мой основной инструмент. Тут недалеко я приметил хорошую коряжку. Туда и направляюсь. Вон, видите, какая коряга. Судя по всему, в таком месте должна крутиться рыбешка. Прятаться от течения. А там, где есть мелкая рыбка, там вполне вероятно присутствие хищника. Первые забросы результата не принесли. Ну, если не считать, что отрицательный результат – это тоже результат. Проще говоря, рыба себя никак не проявила. Ни одной поклевочки. Какие только мушки я не перепробовал. И жуков, и имитации личинок, и даже стримеры. Да, на всякий случай поясню, что стримером в нахлости обычно называют мушку, похожую на малька. Так вот, ничего не помогло. Ни галавля, ни окунь, ни щучка никак себя не проявили. Тем временем ветер почти стих, и наступил приятный летний вечер. Я отчаялся выманить хоть какую-то рыбку из-под коряги и решил прибегнуть к своей обычной тактике ловли головля, которая заключается в том, что я сплавляюсь по течению и забрасываю мушку к самому урезу воды. И все бы ничего, но внезапно на реке появилась мошкара. Мелкая, кусучая, противная мошкара. Но я еще не сдался. В очередной раз меняю мушку и продолжаю облавливать реку. В этот раз хочу посмотреть, что там ниже по течению. На мой взгляд, так просто классика для головлиной ловли. Обрывистый берег, нависающие ветви и не очень сильное течение. Но тишина. Моя мушка никого не заинтересовала. Зато мошкара явно заинтересовалась моей персоной. Просто сожрала меня мошка. Не комары, а какая-то мелкая мошка. Сейчас я буду искать какие-то у меня тюбики есть. Побрызгаться надо. Невозможно. Никакого удовольствия. Да какое удовольствие. Вообще. Все лицо изгрызли. Укутался. Не знаю кто. Не знаю, как я выгляжу в этом платке, в этой бандане. Пока я искал аэрозоль от насекомых, солнышко спряталось за горизонт, и мошкара тоже куда-то исчезла. Я оставил свои попытки поймать рыбу и стал любоваться закатом. А рыба? Рыба никуда не денется. Подождет. Путешествие продолжается. До скорого, друзья. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok